Еще только середина лета, а школьные страсти уже разгораются. Педагоги и родители учеников лицея имени Лебедева вышли на пикет перед Домом правительства. Они хотят, чтобы восстановили прежние здания, другие жалуются, что на новом месте до сих пор не начались работы. Но в одном митингующие едины хотят, чтобы лицей Лебедева заработал по прежней программе. Татьяна Трофимова с подробностями. Судьба нашего здания, которая школа самая, общежитие, насчет судьбы тоже ничего не известно. Будут или продавать, или открывать школу. Мы хотим, чтобы открыли наш лицей. Скандал вокруг лицея имени Лебедева в Чебоксарах возник еще год назад. В августе 2012-го, прямо перед началом нового учебного года, педагогам, родителям и ученикам сообщили, что учебное заведение приостанавливает свою работу на неопределенный срок. В лицее практически полвека не было капитального ремонта, и детям находиться в зданиях небезопасно. Тогда учеников распределили по школам, педагогам предложили работу в других учебных заведениях. Кого-то сократили. Здесь учились в основном ребята из районов республики. После закрытия учебного заведения большинство из них продолжают получать знания в лицеях и гимназиях города по прежнему профилю. Физико-математические классы усилены изучением химии и биологии. Но возмущения родителей и учителей не прекращаются. Все дело готовится к тому, чтобы наш лицей распродался аукционно. Земля у нас там очень хорошая, около 4 гектаров. Там по всей ряды кто-то построит какой-то офис или какой-нибудь развлекательный центр. Мы, разумеется, против распродажи нашего лицея. Мы хотим, чтобы дети Чувашской республики учились в нашем лицеинтернате. В начале мая этого года правительством республики было принято решение построить новую национальную школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. От идеи восстановления старого здания лицея отказались из-за затратности. Здание сооружения старое, требует капитального ремонта. И сейчас, на сегодняшний день, дать такой ответ, какая финансовая затрата должна быть, это будет неправильно. Нужно будет хорошее тщательное обследование, в каком процентном износе находится данное образовательное учреждение. Что нужно делать? Определено место для подстроительства нового образовательного учреждения для одаренных детей нашей республики. Именно в направлении, истоками которых в 1963 году и было обозначено данное образовательное учреждение. Направление искусства, культура. Вот примерно на этом месте, на территории музыкального училища имени Федора Павлова, построят новую школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. Но в этом году будет разработана только проектно-сметная документация. На это из бюджета выделено 3 миллиона рублей. Достроить новую школу для одаренных детей имени Лебедева планируют к 2016 году. Но профиль у нее уже будет другой. По данным Министерства культуры, хотят возродить традиции музыкального воспитания. И лице имени Лебедева будет готовить юные дарования в области музыки, культуры и хореографии. Татьяна Трофимова, Алексей Иванов, Андрей Шоклев, Республика.